Вы знаете, когда мы были здесь 25 числа, и первые мы встретились с российскими войсками, первые те заходили к нам, люди прятались здесь в бомбоубежище, здесь было 260 человек, но он не так приспособлен, это в принципе, если где-то были прилеты, это была братская могила. Мы с семьей, с внуками, с тремя и с соседями, мы решили уйдем где-то в другое место. Когда увидели, что рядом стоят военные, мы решили уйти за населенный пункт. Нам подошли солдаты и говорят, а почему вы не идете в населенный пункт, по ним уж стрелять не будут. Я говорю, поверьте мне, будут, будут, и никто с нашими жизнями не ценится. Они отложили на полтора часа наступление, они объявили зеленый коридор, и 90% населенного Веселого было вывезено отсюда в сторону Марковского района, в общем, под зону обстрела. Эти люди четверо суток не было. И с этого момента люди поняли, что для российских военных важна человеческая жизнь, поверьте мне. Это тоже. Ну, а мы прятались, ушли, когда подошли, нам нельзя было возвращаться в населенный пункт, и мы уходили от села. За 3,5 километра мы прятали посадки. Мы только присели, буквально через 2 минуты пошел прилет. Правда, это было мимо населенного пункта, и у нас никто не пострадал, но так следы остались. Она была кассетная, потому что посыпались ветки. И мы были до 8 часов вечера, 25 февраля, в посадке прятались за 5 километров, а потом вернулись домой. Я внучке говорила, не бойся, говорю, пойми, говорят, солдаты не знают, что мы идем. Мы фонарики включили, шли по темному. И говорю, внучке, они будут стрелять, они не будут понастрелять, они будут стрелять в воздух для того, чтобы мы легли на землю. Ну, у нас случайно наступило на сигналку, начали стрелять. Я говорю, не стреляйте, здесь дети, не пугайте детей, они сами испуганные. Бежат к нам, голову приподняла, сама лежу голову подняла, и они бегут на встречу нам, кто вы, что вы, дошли сюда. Она вообще, бабушка с нами дошла, она на стулочке была, 73 года женщине. Она на землю командовали, она говорит, снух, можешь меня пристрелить? Я не ляжу. Она говорит, бабушка, да я стрелять не буду. И потом они извиняются перед нами, а мы перед ними, потому что мы их тоже напугали. Дело в том, что они говорят, ой, а мы помним эту девочку в голову, плащики, мы подходили, мы спрашивали, куда нам уходить. Они говорят, здесь обстрел будет, уходите в сторону от села, подальше. И потом мы четверо суток были вместе с ними, здесь, в одном населенном пункте. Я же говорю, нет одного российского солдата, никто здесь не пострадал. Мародерни лечили, свои сволочи, магазины раздербанили, и все это списывали. Ну, знаете, придет время, все равно разберутся, кто это сделал. Так, что такие дела. А в СУ бежали, не оглядаючись. Я 24-го числа по работе была, я работала до этого с зоотехником по племделу, я сама инженер на ферме племенной, которая занимается разведением оголчинской породы. И 24-го я, они приехали с мясокомбината закупать скот. И получилось так, они говорят, мы сейчас будем ехать. Я говорю, ребята, мы когда в Старобельск выезжали, выслушники ехали на танках, на БТРах, бросили в той БТР, он был тогда еще целый, они подорвали его сами. Тут уже собрузили блокпост возле племстанции, тут на Старобельске. И они ждали колонну, что население тут же, местная разведка тоже по телефону докладывала, что идет с той стороны Марковка, идут войска. И дело в том, что, знаете, честно сказать, я просто видела глаза, ну как, это были ВСУ, это были солдаты-срочники. И, честно говоря, глядя на них, первое было, думаю, господи, даже уходят без боя. А с другой, я поняла, их продали, предали, честно сказать, бросили, бежали. Все командиры, они на БТРах ездили, ехали в тонких пиджаках, даже без куфаек. А потом не пустили скотовозных. Да, первые вот эти ехали, они раздетые были. Раздетые дети были, дети раздетые были. Это было 24 февраля, было холодно, реально. И тебе говорят, в Полтаву, в Глобинском мясокомбинате, мы сейчас будем ехать. Я говорю, ребята, поверьте раз впервые, поверьте мне, поступите так, как вам скажет женщина. Я говорю, не едьте. Нет, вот мы будем ехать, мы сейчас проскочим. Вы понимаете, что такое скотовоз, который гремит, из бугра спускается. Его слышат, непонятно что. Я говорю, вас просто расстреляют. Ну, они поверили мне, они остались. И потом уже спустя время, уже когда они загрузили скот, проехали, все, я звоню. Говорят, Подгоровский мост на Старобежской взорвали. Он говорит, нет, целый. Я говорю, ну, шо он, говорит, а там танки стоят. Я говорю, а какие танки, он говорит. Шо на танках нарисованы? Они говорят, буква З. Я говорю, так это российские войска. Шо право? Не поняли. Никто проехал, никто не остановил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова